7 августа Очень сильная жара сегодня Уже с утра прям чувствую пекло Вчера смс МЧС присылал, что типа Завтра будет очень жарко, будьте осторожны И тем не менее, решил не сидеть дома А куда-нибудь прогуляться Но без рюкзака, потому что рюкзаком будет перебор Сейчас, не знаю, даже как я прогуляюсь по полям В лес что-то я не хочу, потому что там однообразно все как-то Поэтому решил все-таки двинуть в поля Доехал до терновки, до остановки Ветеостанция, вот иду теперь в сторону полей Докуда дойду, посмотрим Сейчас надо мной пролетел самолет на посадку Прямо вот здесь вот Пожалел, что не достал камеру Какой-то такой небольшой Зеленый Не помню, кто это Зеленый цвет Лебедевка называется деревня Село, они сказали Магазинцы просили вдоль Вообще деревня, то есть у этого, как бы это Пригородом считается То есть, поэтому тут брошенных домов практически я не вижу Старые есть Но брошенных не видно пока Но я иду, по-главному, если Короче, как-то так Такая лебедевка Смотрю, колодцев здесь много очень Практически через дом Не знаю, воды, что ли, здесь нет Такой, наверное, недопроводной В деревне приятно По крайней мере, вот это главное у нас Какая-то дни сдаваться, что ли Сельский клуб Телефон еще, наверное, рабочий А может и нет Да, работает Здесь интересная церковь Я смотрел Фотки Какая-то необычная Вот этот Главный зал Верхушка какая-то интересная Поэтому решил Сюда зайти Вообще, в эту сторону, как бы, идет дорога На Старую Каменку И дальше на Саратов Раньше здесь ездили Типа здесь короче было, чем через Ну, через развилку Вот На Потамбовской трассе Сейчас не знаю Ну, тоже, наверное, так же ездить Продолжить Вот, поэтому Я здесь тоже проезжал Ну, как-то вот сюда не заглядывал В лебедевку Потому что она около города Ну, как бы, что там ничего интересного То есть такая церковь здесь, оказывается Огромная Но, скорее всего, она закрыта Раз здесь Этот есть Вот этот вот Не знаю, как назвать Новый церковь, скажем так Как по-правильному Яхезэ Как это будет Так что Внутрь я не попадаю Скорее всего И попробую, конечно, обойти Но, я думаю, смыслом особого нет Вот, ты рук поднялся Что здесь такое? Шашлыки же, это, наверное Жаль, конечно, ее закрыли Вообще, непонятно, зачем закрываются Такие вот Развалины Уже развалить их Сложнее Сложно Что-то здесь Еще подразвалить Ну, не знаю Мне кажется, просто даже Отреставрировать ее И уже совсем не то будет Сейчас у нее какой-то Такой свой колорит есть Чувствуется история Большая В этой церкви Как это Как вспоминаю В этом В Калининграде Я был когда В 2004 году Вот И там у них От немцев осталось Очень много Всяких развалин Ну, какие-то там Отреставрировали Там люди живут В домах во многих Ну, и были там Оставались Всякие эти В таком состоянии Типа, вот Королевские ворота Там были Вот На них смотрелись Да, они были Разрушены На боем Что-то Потому что В них снаряды Попадали Все-таки Калининград С боями С серьезными Захватами Наши Поэтому Там Встречались В городе Такие разрушки Такая разруха Вот И, короче Потом я увидел Как-то фотографии Лет Не помню Через сколько Когда эти Королевские ворота Отреставрировали Вообще Новый кирпик Какой-то там То есть Вообще Такая лажа На моем Ну вот так вот Смотрится Что было И что стало То есть Было Прямо Видно В них Какая-то История Была Там Даже Аккумулятор Сел Поэтому Пришлось Прерваться Вот Так что И здесь Я думаю Будет Ерунда Если вообще Вот такие Старые вещи Отреставрировать Серьезно Вот Вот Этот Фигня Там Грандиозно Смотрится Вот такая вот Развуха Название Вот таких Вот И против солнца Ну и тогда Навряд ли Здесь что Нормально Получится Вот такая церковь На лебедевке Можно Заглянуть Если едешь В ту сторону Заглянуть 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 Я думаю Заглянуть Вот он даже в натуре променялся Вот это вот разве интересно Сейчас отходил от церкви Дед встретился Увидел, что я снимал Говорю, что там снимаешь Ну просто видеть хочется, поговорить Скучно Ну и кстати интересно Иногда встречаются такие местные жители Которые здесь давно И вот начинают рассказывать Конечно, можно столько долго стоять Ну и в принципе интересно слушать Что они мне говорят Потому что вспоминают свою жизнь Такие годы, которые дремучие Мало кто помнит Ну и в принципе И когда они рассказывают Я представляю, как это было В своем воображении Воображение у меня все-таки Довольно-таки хорошее Я спросил, говорит, про церковь заодно Он говорит, церковь, он говорит Раньше мне зерно хранили Мне все интересно Все говорят, вот зерно хранили А как это вообще выглядело Я говорю, Дед, а как это вообще выглядело Ну хранение зерна То есть что она Была разрушена церковь Или как вообще Он говорит, нет, она была в хорошем состоянии Полы там были Какие-то из лиственниц Говорит, хорошие такие Вообще за ней следили Как бы Но все-таки зерно у них хранили Говорит, просто Это, как сказать Подъезжал, например, машина с зерном К этим, ко входу И женщины ведрами Таскали зерно туда, в центр То есть Церковь была в хорошем состоянии А говорю, когда же она развалилась До такого вида Вот, говорит, в 90-е, когда все бросили нахрен И зерна, не колхозы не стало Хранить там нечего Следить некому И незачем И вот церковь пришла в такое состояние Так что Пусть все эти церковники спасибо скажут Не коммунистам, а этим Которые пришли после Ворам и жуликам А то все коммунистов ругает То, что вот они церковь там взрывали То и еще что-то делали Так что вот Как было-то на самом деле И, кстати, дед что-то не особо Так, у него кого-то знакомых Я так понял, посадили Причем, они на такой срок Сроки дали нехилые Зерно, что ли, они украли Ну, дед что-то не особо-то в обиде На эту всю эту тему Говорит, ну, а что там Вроде как было Да, раньше было строго Ну, вроде Ну, за этим хотя бы Следили Ну, конечно, это идиотизм За такое давать большие сроки Я, в принципе Так считаю Ну, просто Люди все-таки Видно, все-таки Хорошего было больше И воспоминаний у них хороших больше Чем плохих Ну, в общем, как-то так Интересно здесь Послушать Школа, говоря, здесь была Тут сходили Семилетка была здесь школа Ну, вот, в принципе, я так понял Она и была Ну, конечно, построена Ну, это уже новая Ну, то есть В этом В Лебедевке была школа Которая вот Сюда ходили даже С Кривозери С этой вот С Мичуринского И с других вот Соседних деревень Потому что здесь, говорит, была Жизнь, говорит, здесь кипела Ну, так что Вот так как-то Ну, да, приятная деревушка Вот, наверное, уже край Какое-то здесь болото Кстати, по словам деда Вокол церкви там Ниже в кустах Говорит, был хороший пруд Тоже потом все зарос Запустили его весь Вот Где-то там рядом прям Ну, показал Право куда-то Там вниз Вот Дальше вот такая вот Щебенка Вот, по-моему, деревня продолжается Туда дальше А еще, кстати, обратил внимание Дед такой, говорит Вот, что-то в Тюрягу ходили Там навещать кого-то Коупсаде Я так думаю Блин Давно я такого слова не слышал Это как с 90-х Все стали говорить Зона, зона, зона Поэтому А раньше, кстати, еще девцы помню Говорили Тюрьма, Тюряга Сейчас уже такое слово Позабыто, можно сказать Все такое Жаргонное пришло Еще 90-е, конечно-то, да Много что Ну Хорошего там мало было Единственное, что там было хорошее Это Полная свобода И реальная Свобода слова Свобода действий Хотел пройти улицами На дороге в Ивановку Но Там получается, что одна улица идет Выходит на трассу А потом Надо пройти Опять вернуться сюда же Поэтому что-то я Хотел пройти здесь полями За домами Здесь вообще Сплошные Такие заросли Дебри Даже, ну, не знаю Тут она вряд ли Лезть по ним точно Что-то желания никакого нет А Ивановка Как раз Дорога на Ивановку Если бы вот так я прошел Вдоль домов Краем Вдоль этого Бугра То как раз бы я вышел на дорогу В сторону Этой деревни По-моему, она вон там Вот Вон дома Но здесь есть еще Колея Через поля Куда она идет Непонятно Попробовать, наверное По ней пройти, что ли Думаю Потому что я сюда Уже со спутником Не смотрел Так что ХЗ Куда я выйду Ну, попробуем Может быть, все-таки В Ивановку Это аэрофлот Судя по окраске Это аэрофлот Дорога идет Идет все-таки В Ивановку А вот здесь В кустах По-моему, от мисс Протекает Еще и какая-то Другая река Что-то протекает Забыл я Я думал Дорога повернет Туда Потому что Я смотрел Со спутника Где-то броды есть Или даже Мостики В общем Как-то так Иду пока В сторону Ивановки Сейчас как раз КамАЗ проехал Пылил По той дороге Которая от трассы идет Значит, правильно Это не Ордым Рега А тут Не от мисс А Ордым Даже сейчас Я перепутал Это вот Перед Ивановкой Там отворот Есть Вот такие Новые Бояре Живут Практически Сразу За первым Домом Поворот В сторону Реги Я думал Здесь брод какой-то Здесь Ни хрена Никаких бродов Не, ну Брод может быть И есть Просто Имеют подход Нормально Хотя И без леса Ну Траву видно Значит Тут Может быть По грудь То может И быть Но мне брод Не надо Сегодня я не полезу То есть Исходов нормальных Тут нету Поэтому купаться Тоже Я здесь не хочу Так Слово поразит Как-то так Замечаю Поздно Такая вот Такая вот Иван Повезем Целый Улей И уля Пасека Это Кстати Видно Со спутника Строющихся Дома Ну Так-то Жить в таких местах Когда у тебя есть Бабло Хорошо Не надо По крайней мере На работу Ездить Ладно Иду дальше Через деревню Здесь уже Асфальта нет Колодцы Кстати Похоже Рабочие Яндекс Написал Что здесь Куколы реки Есть дом Горышки На Саркопуду Может быть Это он и есть Потому что Других домов Я здесь Не вижу Школа Мадр Не разграблен Что интересно Про это Дед Говорил Трикласс Замок На двери Ну-ка Здесь Что написано Повыбито Там даже печка была В центре Чтобы ученикам тепло было Там еще блин книги даже старые есть Охренеть А там решетка Туда войдешь Какая-то полина торчит Такая школа Тот колодец без ручки был А этот рабочий Ручка хотя бы есть Но здесь вот уже встречаются брошенные дома Вот, наверное, сарай и дом Вот такие прям бедные дома здесь можно увидеть Все-таки эта деревня уже как бы более так на отшибе Поэтому здесь дома похуже Ну и дорога здесь не очень Ну, в любом случае, это лучше, чем грунтовка Какая-нибудь из земли Или глина Улица Заречная В общем, вот такая деревушка После Ивановки дорога шла полями Судя по карте Но я свернул Не туда, куда надо Решил проверить Может быть, путь короче И вот, короче, шла к начале колея Я так понял, там поле, что ли, замечали Проволоку натянутую И потом она пропала И теперь я иду вдоль русла вот этого ручья Который вытекает из озера Ну, из пруда Как раз вот туда я иду На эту плотину Посмотреть Ну, хорошо, здесь сильной травы нет Похоже, здесь вот лепешки коровы Здесь коровы, наверное, ходят Коровы гоняют Поэтому здесь все так приток А я уже думал, что придется ломиться По поясу в какой-нибудь этой траве Но возвращаться, конечно, желания не было Потому что я уже ушел довольно далеко Так что, если что, пройти здесь можно А это эти, наверное, дождевики Грибы В общем, куда-то Куда-то вот туда мне надо Вот здесь коровы есть явно Давно я не видел таких вытоптанных полей Все в лепешках Трава вся сожрана Крупная Здесь, похоже, гоняют большие стада Я так смотрю Интересно, откуда здесь эти коровы Из какой деревни Тропа такая набитая Прямо идет вдоль ручья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!